У меня проголосовала еще сестра, умершая в августе прошлого года. А проголосовала в июле. На документе свежая подпись Ольги Нечкиной. Вот только девушка скончалась больше года назад. О недоразумении брат умерший узнал из протокола общего собрания дома, где жители голосовали за смену управляющей компании. Это было для меня неожиданно. Как я понимаю, старые данные какие-то у них. База есть, что ли? Может, двух- или трехлетней давности. А вот еще одна подпись. Но человек с таким именем в доме не живет. Я занимаю только одну комнату, а написано «две». И Орефьев, Евгений, кто такой, вообще не знаю. Полгода назад жители пятиэтажки на Эльмаши решили сменить управляющую компанию. Собрали подписи и даже стали получать новые квитанции. Но вскоре узнали, что их обслуживает прежняя УК. Стали разбираться и выяснили. Было общее собрание, на котором никто не присутствовал. И единогласное решение – вернуться. Это подделка. Никто на собрании не присутствовал. О собрании никто не оповещался. Мы ничего не подписывали. Получается так. И у нас несуществующие люди. Комнаты даже несуществующие голосовали. Впрочем, в обслуживании домов коммунальщики не так активны, как в документах. Со стены сыпается штукатурка, потолки текут, полы проваливаются. Потолки вот сыпятся вообще. Это с какого года, даже не помню. Пола вообще не было. Мы собственными силами, сосед, привез доски, застелили. Дозвониться до управляющей компании жильцы не могут. Дверь им тоже не открывают. Соседи уже написали заявление в полицию, прокуратуру и суд. Госжилинспекции начали проверку. В этот раз прям было очень вопиюще, я бы случай сказала. Такого, конечно, пока что еще не было. Поэтому здесь и меры были приняты очень быстро. ГЖИ намерены добиваться возбуждения уголовного дела. Жильцам рассказали, что обслуживает их все же новая управляющая компания. Та, которую они действительно выбирали. Анастасия Граули и Александр Гамзяк. События ОТВ.